друзья всем большой привет всем добрый день у нас как вы видите сегодня солнечная погода достаточно сегодня четверг уже 14 сентября посмотрите что у нас здесь стоит на парковке да это наша машина была сегодня на один день наша новая машина диме дали ее на один день потому что он отвез предыдущую рабочую машину на техобслуживание запланированное и пока ее забрали утром получается здесь у нас в автосалоне volkswagen в бэкуме и дали ему вот эту машину в чем сказать что это полностью электрическая электрический автомобиль дима говорит я первый раз сегодня весь день ездил в электрическом автомобиле ему очень понравилось говорит я теперь если хочу свою машину тоже начинаю хотеть электрическую общем вот так она выглядит достаточно компактная симпатичная мы сейчас поедем ее уже отдавать и забирать свою свою в смысле рабочую эту предыдущую черную тоже volkswagen и немножко покатаемся покажу вам какая она внутри как она едет и так далее вот так она выглядит спереди такая черно-белая симпатичная уже внутри немножко посидела как для города ездить вообще классно она небольшая компактная в общем крутая дима говорит что она полностью нулевая то есть он и сегодня забрал на спидометре было ноль если я правильно говорю на спидометре да было ноль километров то есть пробега вообще нет только вот сегодня у димы она впервые вот она так называется volkswagen id3 наверное это ее название не замущества когда сядем машина после 3 там наверное из документы тебя говорит что очень классная что у нее большие колеса в общем он в восторге рассказал что она стоит примерно вот новая тысяч пятьдесят евро и вот так она выглядит так что можно сказать что у нас сегодня новая машина на один день ребят может садимся будем ехать в салон сейчас покажем как выглядит внутри машина вот такая светленький такой салон светло-серый очень аккуратный так и не ношая название ночью и d3 я вам не показала таких в интернете можно искать и вот так выглядит очень уютная машинка симпатично понравилось самое главное полностью электрическая что конечно круто все едем так ребят мы уже едем скажу вам сказать что едет она очень мягко знаете когда-то не слышно мотора вот этого всего как в обычных машинах но достаточно крутая я а теперь уже хочу тоже электрическую машину не хочу чтобы когда будем покупать себе машину покупать знаете такую обычную там газ или бензин хочется уже электрическую у нас такая красивая погода на улице питания Смотрите, 37% заряд стоит на 115 км, чтобы вы знали, когда она разрядится и встанет. У нас, кстати, здесь в городе очень много электрозарядок. Вот даже рядом с нашим домом, прямо возле ЕВБ, стоят и в центре и так далее. Очень много. Немножко покатаемся и уже будем заезжать в салон. Ребята, мы уже приехали отдавать красотку в сервисный этот Volkswagen. И, кстати, сейчас вам покажу. Там стоит вон наша предыдущая, вон две семерки. И уже готова тоже, видимо, к выдаче. Сейчас будем ее забирать и ехать домой. Пока Дима пошел там разбираться по документам, забирать нашу машину, я хочу вам показать, что тут есть из машин на продажу. Такой большой автохаус. Вот, например, такой Volkswagen. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Значит, цена у него 2,890. Надеюсь, вам видно, солнце слепит. И какого он года? 2015 года. 2,890. Пробег 109 295 км. Вот такой вот Volkswagen Tiguan Cityscape. Правильно читаю. Симпатичный такой джипчик, знаете. Вот так он выглядит. Следующий у нас это Audi. О, я думала, тут только Volkswagen. Оказывается, Audi есть. Audi такая 17 880 стоит. Извините, у меня просто горло болит. Audi A1 Sportback, в общем, 17 880, 59 тысяч пробег. И тоже 2015 года такая прям ярко-красная. Кому вот нравятся такие яркие цвета. Прикольная. Сейчас покажу ее отсюда еще. Вот так она выглядит. Такая тоже симпатичная. Такая городская авто такое. Есть еще вот такой синий автомобиль. Это Opel Grand Land. Grand Land, не знаю, как правильно читается. 20 880 стоит. А пробег у него 58 тысяч всего лишь. И 2018 года тоже бизнес написано тоже. Вот такой джип симпатичный, кстати. Так, что у нас тут еще есть интересного? Я еще смотрю параллельно, чтобы Дима меня не искал. Но он, если что, позвонит. Симпатичный цвет, симпатичный. Такой яркий-яркий. Мне кажется, камера даже все яркость не передает. Здесь еще есть вот такой Volkswagen Arteon. Если я правильно читаю. Черный. И смотрим. Какая здесь цена. 28 900. 28 900. 67 тысяч пробег. 2019 года. Volkswagen Arteon. R-Line 2.0. И так далее. Вот так он выглядит. И белый тоже есть. Такой Volkswagen. Белый, кстати, мы вот сегодня в белой машине. Я помню, что белая понравилась. Белый цвет. Этот вообще стоит 30 880. 2018 года. Пробег 70 тысяч. Volkswagen Passat. Альтрак 2.0. Тоже симпатично смотрится. А вот еще одна Audi, кстати. А вот Дима меня ищет. Сейчас макну. Я здесь. Ага. А, она проверяет машину. Там, видите. Эта сотрудница салона проверяет машину. Которую он привез. Сейчас будет забирать свою. Audi A3 такая. За 17 850. 2014 года. 66 978 километров. Пробег. Вот такая. Audi A3. Есть Range Rover даже. Даже его не заметила. Тоже, кстати, симпатично смотрится. Это все Gebrauchtwagen. Насколько я понимаю, Gebrauchtwagen это... Ну, как бы бэушная, да, машина. То есть не новая. Насколько я понимаю. Здесь, кстати, нету на нем... Нет на нем цены. Может, упала бумажка. Не знаю. И есть еще вот такой Volkswagen. 14 850 цена. Volkswagen Golf. Golf 7 получается. Это 2013 года. 115 820 километров пробег. За 15 тысяч евро. Симпатичненькие тоже. Все. Здесь вообще огромное количество машин. Посмотрите, сколько. Какие хотите. Микроавтобусы вот такие типа есть. Там еще, наверное, уже туда идти не буду. Так, Дима куда-то... А, это она уже увозит машину нашу. Вот. Уезжает наша малышка, которая была нашей один день. Все. Машем. И я иду уже к нашему... Как Дима говорит, к нашему трактору. Да. Ну, а вот эту машину, кстати, которую мы сейчас обратно забираем, она уже до конца года. Этого. И все. И фирма полностью ее будет уже сдавать. Потому что она уже свое откатала. Отъездила. И... Будут... Уже Диме дадут с Нового года другой автомобиль. Не знаю, какой. Уже будут там смотреть. Опять, всем большой привет. У нас сегодня уже пятница. Я сегодня убираю. В общем, кучу у нас дел. Где мы сейчас пойдем мыть машину. Но сначала едем в магазин. Нужно сдать всю тару, стекло, пластиковые бутылки. Нужно все опоздавать. Чтобы дома не вырвалась. И кое-что возьмем из продуктов. Лук у нас закончился. Гранатовый сок. В общем, такое съездим в Рэве. Так как он там. И все. У нас очень жарко сегодня. И завтра будет жарко и в воскресенье. С понедельника у нас опять дожди начинаются. Вот такая у нас осень. Так, ребят, мы уже вышли. Уже были в Рэве. И в центре у нас остановили. Здесь на одной из центральных улиц хотим зайти в Вольворд. Где мне там нужно какие-то капели посмотреть. А я посмотрю вообще, что там есть. Вот. И все. И потом едем домой. Смотрю, что там вдалеке какие-то разборки. Вон, полиция стоит. Посмотрим, что там происходит. Интересно. Так уж в прокате нам ничего не надо. Вроде нет. Денег разве что. Все. В Рэве так по мелочи взяли. Банки сдали возле ИВБ. Бутылки сдали в Лидов. Потому что в Рэве там показали бутылки целая эпопея. В общем, все везде раскидали. Все купили, что нужно было. Дома вам уже покажу, что мы купили из продуктов. Там особо нечего показать все, что тут взяли, покажу. И идем в Вольворд. Слушайте, зашли в Вольворд. А здесь уже Новый год вовсю. Я обожаю, конечно, немцев в этом плане. Вот один праздник закончился. Сразу уже в продаже все на следующий праздник. Еще Хэллоуин не пришел. Уже Рождество. Готовимся к Рождеству. Смотрите уже. Все, что хотите есть заранее. Случай, что сейчас сентябрь. На улице у нас плюс... Сколько? Плюс 27. А здесь Новый год. Вот так вот. Смотрите, везде уже все новогодние украшения. Точно все коробки, наверное, еще будут разбирать. Здесь тоже опять... Я уже узнаю их все. Одни и те же декорации. Каждый год. Вот так вот. Все. С Новым годом, с наступающим. А сколько осталось? Вся, ну, в принципе, 3 месяца. Нормально. Зашла в этот отдел, где всякие вязаные корзинки. И мне очень понравилась эта корзинка. Мне понравилось, что она с крышкой. Такая стильная, симпатичная. Стоит она 6 евро. Я думаю ее взять, знаете, для чего? Для прищепок. И вообще для таких принадлежностей стиральных. Они у меня там валяются на полке в гостиной. А так можно все туда сложить. И на полке нашей коричневой. Очень хорошо смотреть. Как вам нравится? Ребятушки, мы уже дома. Сейчас покажу, что мы купили. Вот это я взяла в Вальворде на литр. Получается, здесь 15 штук. Это зип-пакеты. Вот так они закрываются. Очень удобные. На заморозку. Если овощи, еще чего-то. Они, в общем, удобные. Это маленькие. У меня есть на 3 литра. Все-таки взяла эту корзинку. 6 евро, которую я вам показывала. Вот здесь я хочу ее поставить. Вот видите, внизу там, где выраются прищепки. Наполнить все прищепки. Все, чтобы там красивенько. Я думаю, будет сочетаться с цветом нашей коричневой полки. Дальше, что у нас тут еще есть в сумке. В Реве взяли вот такой салатик. Листья салата. Свеженький, прям мокрый был. Дальше лук у нас закончился. Жала только такой красный. В этот раз не брала. Здесь 2 килограмма. Сейчас по ценам скажу. Чек у нас сегодня вышел на 25-27. Лук 2,22 за 2 килограмма. То есть евро 11 килограмм стоит. Салат за евро... Евро 79. Вот такой большой пучок. Дальше взяла свой любимый гранатовый сок. Конечно же, мы ради него и ехали. Вот две бутылочки. Его уже сто раз показывала. Многие спрашивали про него. Вот так он выглядит. Стоит он, по-моему, евро... Где он? Так, евро 99. 2 евро. В общем, одна бутылочка за 4 евро. Срок годности этого до 10 ноября. Дальше взяли семечки, конечно же. Мы их там в основном и берем. Вот эту фирму по одному евро. Вот такие три упаковочки. Здесь сколько? По 150 грамм получается, да. И Дима себе взял вот такой, можно сказать, термос. Чашку термос, как ее назвать. Называется она Thermo Tring Beha. 300 миллилитров здесь. И стоит она 10 евро. Вот так она выглядит. Вот. Очень удобно. Тот термос мы выбросили. Потому что был уже никакой. Давно им уже Дима пользуется на работу. Особенно осенью-зимой. Он себе часто берет или чай, или кофе из дома. И вот такой маленький сказал, что ему как раз удобненько. Еще здесь вот такая прорезиненная серединка. Удобно держать, чтобы не горячего было на руке. Все. Это все покупочки наши на сегодня. Вот такие. По мелочи чисто. Все. Сейчас буду... Вот пылесос меня уже ждет. Мой помощник. Буду пылесосить везде. Убирать. Мыть полы. И будем отдыхать уже сегодня. Ну а сейчас хочу приготовить очень вкусный ужин. Для этого нам понадобится 3 луковицы. Таких достаточно крупненьких. Макароны. У меня вот такие фарфалии бантики. И у меня есть вот такая брынза. Мы ее покупали в турецком магазине. Очень вкусная. Она хотя бы более-менее напоминает нашу ту болгарскую брынзу. Солененькую овечу. Которую я люблю. Это единственная бока, которая мне здесь в Германии напомнила ту брынзу. И понадобится нам укроп. В принципе это все. Ну и еще соль и черный перец. Итак, что же я сегодня буду готовить? Буду готовить я макароны с брынзой. Это вообще мое любимое блюдо с детства. Его всегда готовила и до сих пор готовит моя любимая мамочка. Я его очень люблю. Я еще помню этот запах макарон с брынзой, с свежим укропом. Я помню, что я вот бегу со школы. И я вот помню этот запах, когда прихожу домой, что мама очень часто готовила такие макароны. Я их очень любила и до сих пор люблю. К сожалению, здесь в Германии не очень часто их готовила. Мне кажется, даже вообще ни разу не готовила именно с брынзой. Потому что здесь на самом деле не так-то просто найти настоящую брынзу, которая такая же, как у нас, у болгар в Украине, которая соленая, которая овечья такая, вот знаете, прям твердая, классная. Здесь, к сожалению, такой брынзу я пока особо не нашла. Единственное, вот эта турецкая, которую мы купили в турецком магазине, более-менее она похожа на ту нашу брынзу. И то она более мягкая, чем та наша болгарская. И я решила с этой брынзой вот как раз что-нибудь приготовить, потому что уже оставалось, нужно было ее использовать. И вспомнила про этот рецепт. Для начала я нарезаю лук. Лука я люблю побольше в этом блюде. Все делаю так, как делала мама. Кстати, я вот рецепт запомнила наизусть с детства, потому что постоянно смотрела, как мама готовит. И все у меня запомнилось, знаете, на подсознании я его просто вспомнила. Лук нарезала, поставила его жариться. Обжариваем его до золотистого цвета, чтобы хорошенько прожарился. В это время поставила в подсоленной воде вариться макароны. У меня фарфалии, такие вот бантики. И потом начала натирать брынзу. Ее можно просто ножом нарезать мелко, можно поломать руками даже. Я ее натираю на терке и оставляю пока в сторону. Также параллельно еще нарезаю свежий укроп. Укропа тоже должно быть побольше. Он дает просто невероятный запах и вкус в этом блюде. И как раз пока варятся макароны и обжаривается лук, можно вот эти все ингредиенты подготовить. Макароны отсидела, высыпала к луку и хорошенько все перемешала. Лук с макаронами. И теперь сверху высыпаем нашу брынзу. Добавляю черного перчика побольше. Он очень хорошо здесь сочетается. И можно немножко посолить. Хотя брынза соленая, но не настолько, знаете, чтобы полностью без соли уже готовить. И сверху посыпаю еще укропом. Это я уже выключила плиту. В принципе, блюдо уже готово. Обязательно накрываю крышкой, чтобы оно постояло еще минут хотя бы 5-10. Знаете, уже полностью, чтобы подошло. И все. Вот такое блюдо у нас получается. Очень вкусное, очень ароматное. Я просто узнала этот вкус детства. И была очень рада, что я наконец-то приготовила это блюдо и нашла вот эту брынзу. Кому понравился рецепт, обязательно готовьте. Уверена, вам понравится. Приятного аппетита. Ну что, ребят, я уже поела. Очень вкусно. Я реально этот вкус. Я сто лет не ела. Просто такие макароны. Сейчас Дима еще есть. Он в восторге. Он говорит, все, я их помню. Он говорит, мы тоже такие дома делали раньше в Украине. Ну, в общем, мы в восторге. Я наелась так, что дышать не могу. Сейчас 6 часов. Это у меня вот второй такой и последний на сегодня прием пищи плотный. Уже до завтра. Запах просто на всю квартиру. Очень люблю такие макароны. Но именно вот с такой настоящей брынзой. Все. Сейчас иду доставать вторую стирку. Уже стираю сегодня постельное белье. Пока на улице такая вот жара, тепло. Оно хотя бы нормально высохнет. У нас жара еще будет на выходных. В субботу и воскресенье. Завтра, после завтра. И все. В понедельник уже дожди. Так что надо успеть все перестирать. Все, что нужно. Сейчас там еще простыни стираются. Тоже достану их, закину сушиться. И все. И у меня сегодня еще одна задача. Это застелить чистую постель в спальне. Поубирала все. Помыла полы. Все чистенько. Все классненько. Можно уже немножечко отдыхать. С вами, как всегда, увидимся в новом блоге. Спасибо большое, что были с нами сегодня. И не только сегодня, но и вчера. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Спасибо за вашу активность. И до новых встреч. Всем добра и мира. Пока-пока.